За трезвый Крым это утро в нашей компании встречается руководитель антинаркотического фонда одноименного, как я уже сказал. Итак, Юрий Платицын, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, спасибо, что нашли время с утра пораньше посетить нашу студию. Вот хотелось бы узнать сразу, как обстоит ситуация на сегодняшний день с нарко- и алкозависимостью, есть ли тенденция спада или наоборот, может быть? На самом деле это колоссальная угроза, которая охватила не только Россию, но и весь мир. Сейчас производится большое количество профилактических мероприятий в нашей республике для того, чтобы как можно меньше молодых людей вовлеклись в употребление психоактивных веществ. Проводится ряд профилактических мероприятий в учебных заведениях совместно с правоохранительными органами, ведется противодействие распространению наркомании. И, соответственно, проводится комплекс реабилитации уже для тех людей, которые попали в зависимость. В Симферополе и в Севастополе существуют реабилитационные центры за трезвый Крым, где трудятся настоящие профессионалы, специалисты для того, чтобы вернуть к жизни тех людей, которые попали в руки зависимости, наркомании или алкоголизма. Но и по итогам хотелось бы узнать, если есть такие центры, где могут оказать помощь, насколько эта помощь эффективна? В прошлом году порядка 150 человек обратилось за помощью, порядка 80 прошли полный курс и теперь живут счастливой жизнью. А после этого есть для них какие-то программы по развитию в обществе, потом дальше? Потому что очень сложно после таких жизненных ситуаций войти полноценным человеком в современный мир. Это важный вопрос, потому что не каждый человек готов взять к себе на работу бывшего зависимого. Этих людей начинает социум отвергать, они чувствуют дискомфорт. Специально для этого совместно с администрацией города Симферополя мы реализуем проект «Социальный лифт». С помощью коуч-тренеров, с помощью специалистов, психологов мы помогаем этим людям адаптироваться в социуме, помогаем с трудоустройством, последующим и обучением. И есть ли уже какие-то цифры? То есть, допустим, 70 человек, 100 человек? Порядка 40 человек в прошлом году были трудоустроены. Это хорошие цифры для Крыма? Это очень хорошие цифры, потому что это новое направление, оно помогает бывших зависимых не только и билетировать, но и давать им новый билет в жизнь. Давайте поговорим о самом фонде, как давно он действует на территории полуострова. На территории полуострова он стал работать в 2014 году и своей деятельностью не только зарекомендовал себя на полуострове, но и во всей Российской Федерации. Мы представляли нашу республику на международном антинаркотическом форуме «Парламентарий против наркотиков» под эгидой ООН, который проходил в Государственной Думе. И неоднократно уже получаем благодарность от всех уровней правоохранительных органов за нашу антинаркотическую деятельность. Это планы на будущее развитие, что хочется достигнуть, какие-то цели ставите перед собой? Да, мы хотим охватить весь Крым, потому что эта проблема глобальна, и она не только в основных городах. Поступает большое количество звонков с маленьких поселений, где люди на самом деле нуждаются в помощи. Также мы хотим увеличить профилактическую деятельность на территории нашего полуострова, охватить как можно больше подростков. Мы проводим совместно с Министерством спорта профилактические турниры «Я выбираю жизнь», где помимо того, что ребята играют в футбол, они еще получают нужную информацию о вреде наркотиков, алкоголя. Ну и в дружественной обстановке понимают, что есть другая жизнь без употребления. Огромное дело делаете, потому что действительно дети увидят, поймут, что это не нужно, можно и без этого обходиться. Тогда, может быть, и рано или поздно проблема сама себя исчерпает. Но я думаю, что как минимум надеяться на это нужно. Совершенно верно. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы будущее поколение не пострадало из-за вовлечения в употребление. Хорошо. Говоря о других городах полуострова, какие вы подразумеваете? Быть может, есть мысли, скажем, в Керчи, либо в Евпатории открыть подобное учреждение? Думаем все-таки ближе к зависимому человеку проходить курсы реабилитации на Побиоежье. Возможно, это будет Евпатория, возможно, это будет Ялта, возможно, это будет Алушта. Но представительства фонда, они необходимы и в других городах. Есть ли цифры, какой возраст зависимых на Крыму превалирует? Ну, здесь нужно разделить на несколько групп. Если мы берем людей, которые употребляют опиум, то это в основном 25, 35, 40 лет. Если сейчас новые синтетические наркотики, соли, спайсы, то это в основном молодежь. Большое количество обращений несовершеннолетних. Мы просто не можем помочь качественно, квалифицированно подросткам. И поэтому у нас реабилитация от 18 лет. Но всех родителей мы приглашаем на группы созависимых. Мы еженедельно работаем с родственниками. Даем бесплатные консультации. Работает психолог в офисе фонда «Затрезвый Крым», где каждый желающий может получить консультацию, разобрать именно свою ситуацию. Ведь многие же боятся огласки. Не готовы сказать, что в их семью пришла проблема. Поэтому можно обращаться, получить качественную консультацию и разобраться со своей проблемой. Кстати, Юрий, а волонтеры помогают при общинных делу? Совершенно верно. У нас сейчас порядка 80 участников реабилитационного фонда. И эти ребята и устраняют надписи наркотических средств, запланированные наш город. И помогают в проведении акций. И проводят индивидуальные беседы с будущим подрастающим поколением. Но большое количество специалистов в нашей организации. Это психологи, психотерапевты, консультанты по химической зависимости. Мы постарались объединить усилия и простого человека, который хочет помочь, и специалистов. Но это заслуживает только похвалы. Огромное вам спасибо, Юрий, за то, что это утро встречаете в нашей компании. Но нашим телезрителям хочу напомнить, что сегодня с нами был Юрий Платицын, руководитель антинаркотического фонда «За трезвый Крым». Ну а наш эфир продолжается. И прямо сейчас давайте посмотрим, что может быть гораздо лучшей альтернативой вредным привычкам.